я хитрого рассказывать не буду просто познакомлю с призм записывать будешь давайте включим запись я уже я уже включил мать а ну все тогда здорово погнали ребят самые простые вопросы будут сегодня как пользоваться чатом когда-то я делал чат для знакомства с призм здесь есть все закладки все ссылки для того чтобы сориентироваться создать кошелек и получить информацию о том как пользоваться структурами где можно поменять купить вот и давайте так начнем сначала если вы выходец из каких-то других структур а таких всего больше обращается именно сегодня обращалась женщина она говорит я участник рой клуба после закрытия рой клуба вывела призм они находятся на кошельке кошелек не в структуре что с ним делать она не знает вот те кто у нас выходцы со спейсбота строй клуба ребята девчата такие были еще какие-то биржи у нас типа призм бита люди тоже начинали свой старт там а потом оказались а в чистом призм и не понимают как это работает они считали что рой клуб это и есть призм кто-то считал что спейсбот это и есть призм на салям на самом деле нет призм это сам по себе отдельный проект это чистая криптовалюта без каких-либо надстроек а все вот эти структурные ну мы их называли структурами да просто структура рой спейсбот структура там призмбит вот это надстройки на призм это люди открывали себе дополнительные проекты какие-то и надстраивали их над самой монеткой монетка сама по себе существует и рой клуб никакого отношения к призме имеет не спейсбот не призмбит не другие какие-то структуры я сейчас все перечислять не буду вот и если вы сейчас оказались чистом призме не можете сориентироваться то как раз этот урок наверное этот рассказ будет для вас вам будет это интересно что начнем сначала нам надо открыть кошелечек для того чтобы открыть и получить какие-то закладки все начинается самых первых шагов а это безопасность привыкните самого начала всегда когда вы будете пользоваться какими-либо ссылками для работы с этой криптовалютой вам нужны да это не только этой криптовалюты касается это касается на вообще работы в интернете такой чисто плотно чисто плотности потому что от этого зависит ваша безопасность все кражи которые происходили когда-либо в призм да и думаю в большей части в интернете они случаются или потому что вы даете доступ к своему гаджету из-за вредоносных программ которые вы скачиваете переходя по грязным ссылкам или потому что вы попадаете на фишинговые ссылки это два самых распространенных способа через которые совершаются кражи что такое фишинговые ссылки это ссылка на тот ресурс на который вы собираетесь зайти но она создана мошенником и она немножко вида изменена внешне вы ее вряд ли отличите она будет отличаться какой-то лишней точечка или пробелом внешне вы это не увидите перейдя по этой ссылке вы действительно попадете на тот сайт на который вы идете но между вами окажется 30 посторонний человек такая некая прокладка и вот когда вы будете вводить свои пароли они попадут на действительно тот сайт который вы собирались идти но вот тот третий человек квотопрокладка, она считает в этот момент. И в следующий раз он сможет воспользоваться. Часто в чаты выкидывают просто ссылки, какие-то привлекательные, на которые хочется кликнуть, там какая-то реклама, распродажа, какая-то новость. Я уже очень часто в чате показывал вам, что чаты часто закидывают, потому что чаты у нас тематические, все понимают, что мы работаем с криптой, и люди здесь не всегда грамотные, кто-то первый раз пришел и попадаются на такие простые вещи. Кликают на эти ссылки, в ссылках находится вирус, который попадает к вам на компьютер или в телефон, потом попадают к вам, и мошенникам доступен удаленное управление вашим гаджетом. После этого вообще все данные вашего гаджета становятся ему доступны. И вы потерять можете не только свой призм, но и все остальные там биржи, доступы какие-то, свои почту, ну и много-много чего. И вот для того, чтобы люди не ошибались, я когда оформлял этот чат, я сделал простую вещь. Вы, находясь в чате, всегда можете отмотать, раз в 8 часов бот выкидывает, вот вам сейчас не видно, и получается у меня монитор показывает ссылочку на GitHub. Ну сейчас переключите свое внимание просто на чат, в чате вы всегда найдете, или сейчас я попробую все-таки переключить видео, чтобы было видно, о чем рассказываю. Где это переключается? Так, еще раз, еще раз, еще раз. Наверное, вот так. Вот, сейчас вроде видно, как раз показываю, да? Вот, у нас раз в 8 часов бот выкидывает вот этот пост. На этом посту ссылочки на все торговые площадки, где можно купить, продать призм. Ну, об этом мы поговорим потом. Здесь нас интересует ссылочка внизу, вот эта кнопочка, сундук полезных ссылок. Кликаем на нее, и попадаем вот в такой раздел. Здесь я описываю, с чем вы столкнетесь дальше. Дальше идут по порядку ссылки и рассказы. Кратко, что это такое. Первый раздел посвящен полностью призм. Просто мотаете вниз, и у вас всегда есть закладочка. Первое, с чем вы столкнетесь, это ссылочка на GitHub. GitHub – это та вещь, тот сайт, где хранятся оригинальные сайты, ссылки на эти сайты от всех разработчиков, которые работают с IT-продукцией. Кликаем сюда. И переходим. И вот теперь мы попадем на ту страницу, которую я вам перед этим открывал. Давайте я снова к ней вернусь, чтобы было видно, о чем мы говорим. Так, вот он, наша страничка GitHub. Это как раз страничка призм. Вот только здесь всегда, запомните, только здесь вы всегда берете ссылки на те софт, который вам нужен для работы с призм. Давайте просмотрим, что здесь есть. Я вам подскажу, почему, потому что здесь все на английском. Но я ссылочку в чат кидал с переводом. Я думаю, у всех стоят переводчики, сориентироваться нетрудно. Первая строчка – это название. Вторая строчка у нас идет, white paper – это белая книга на разных языках. Вы можете кликнуть, перейти, прочитать, что такое призм. В этой строчке у нас идет ссылочка на ноду, но она вам будет нужна чуть позже. Это кто будет устанавливать. В этот раз я не буду рассказывать. Если хотите узнать про установку моды, про фожинг, то вам надо в чат фожеров. Там больше вам подскажут. Сегодня самые простые вещи. Также здесь есть ссылка на кошелек, который вы и берете. Ссылочка здесь есть на разные устройства. Вот она, онлайн кошелечек у нас есть на Android. Я не знаю, где-то на Android. Я здесь не скачивал ни разу на Android. Я пользуюсь онлайн кошелечком. Выглядит он вот так вот. Вот ссылочка. Вот она. Ниже еще понадобятся инструменты вам, которые это призм. Тул называется. И калькулятор парамайнинга. Ссылки всегда берите только отсюда. Самое главное на кошелек. Потеряете когда-то, всегда возвращаетесь сюда и берете ссылку только здесь. Если вам когда-то придется устанавливать ноду, ноду берете здесь. Скачиваете Windows на Linux. И вот он торрент. Это база. Качаете ее отсюда. Макс. Либо у меня не попадает в картинку, либо ты слишком внизу. Под тени на середину экрана то не видно, где ты ковыряешься как раз. Ты говоришь, вот здесь, а не видно где. А мне просто не видно то, что я транслирую вообще. Сейчас вам что-то видно. Все видно. Все видно, Макс. Ребят, основная страница. Здесь сориентируется любой. Посыл не то, что каждая строчка обозначает. Это вы без меня разберетесь с переводчиком. Главный посыл то, что все ссылки для работы с софтом призм берите только на гитхабе. Не берите нигде в ссылках, не берите нигде в чатах, не берите ни у кого в личке, потому что это вас приведет к тому, что вы потеряете. Вот только отсюда и никогда. Кошелек призм еще никто никогда не смог сломать. Никого не слушайте. Вот только отсюда берете и все. Еще есть в чате видео. Я их скидывал. Как можно установить на андроиде. Перейти в Play Market. Там есть кошелек призм. Загуглите. Я показываю какой. Вы ориентируйтесь, потому что там несколько кошельков. Кошельки у нас создавали разные площадки, разные платформы. Это Рой Клуб создавал свой кошелек, призмбит создавал свой кошелек. Что еще делал, я уже не помню. Но смысл того, что я в своем видео показываю, как выглядит кошелек от разработчика. Рекомендую вам пользоваться только им. И тогда претензии можно будет предъявлять только разработчику. А когда вы пользуетесь кошельком известным, но от неизвестного создателя, кому предъявлять потом претензии, вряд ли найдется. Здесь мы узнали. Все. Гитхаб нас интересует. Еще раз рассказал, что здесь ссылочки на кошелек, на регистрацию только здесь. Можем кликнуть на кошелечек, куда попадаем. Попадаем в кошелек призм. Вот так вот и вы попадете. Это мой рабочий кошелек. Как им работать, как создавать пароль, совсем не трудно. Давайте попробуем создать. Сейчас я выйду с кошелька. Вот так. Вы попадете вот в этот раздел. Перед вами две кнопочки всего. Это регистрация и вход. В нашем случае можно сделать регистрацию. Выбираем. Вам система показывает... Ребят, просто опять не вижу экран. Видно то, что я показываю, да, в кошельке я делаю? Да, все видно. Ребят, еще раз. Заходим в онлайн-кошелек. Перед вами эта страница. Выбираем регистрацию. Перед вами открылся частично составленный пароль. Система сама его на половину, на большую половину составляет. Сверху вам пишет. Вы можете сюда вписать 16 дополнительных знаков в любом порядке. Писать вы будете английскими буквами, потому что здесь, в этом разделе, заменить их не даст. Можно дописать больше, чем 16. Можно стереть. Стереть часть символов. Вам тогда придется будет дописывать больше. Так что, дописываем здесь в любом порядке. Вот у меня русский язык включен, не пишет. Цифры тоже тут не дает. Все. Я создал. Смотрите, ребята, девчата. Вы, когда создали пароль, вам покажет его единожды. И вы обязательно его должны себе записать и сохранить. Ага, кто-то меня отключил. Так, ладно, ребят. Ох, исчезла. Ладно, сейчас повторю это действие. Еще раз допишем. Вот. Вот попав в этот раздел, вы обязательно должны скопировать этот пароль. Вы видите его единожды. Потеряете пароль, потеряете доступ. У призм нету службы поддержки, обратиться вам будет некуда. То есть вы сохраняете пароль и самое главное себя проверить. Сохранили пароль. Я этот пароль сейчас выкину прямо в чат, в котором мы ведем видеозапись. Так, вставить. Все. Я не слышу. Да кто-то меня отключает, ребята. Я просто с двух аккаунтов говорю, потому что звук бы не получился. Пацаны-админы, там аккаунт второй, его не отключайте. Не, Макс, один раз я просто смотрю, что ты говоришь, а плюсик какой-то лезет. Я вот не допомню. А, все, я понял. Ребят, вот. При помощи этого пароля я зашел в кошелек. Какие важные действия надо совершить дальше? Это не обязательные действия, но их надо делать для проверки самого себя. Смотрите, вы просто нажимаете на имя кошелька, у вас открывается имя кошелька и его публичный ключ. Копируйте имя кошелька. Я его сейчас прямо в час скину. Публичный ключ нам пока не нужен, он вам дальше нужен будет в работе. Вот. Для начала вы просто скопируете номер кошелька. Выйдите теперь с кошелька. Выходим с кошелька. И еще раз пробуем зайти по той парольной фразу, которую вы сохранили. Это чтобы проверить самого себя. Потому что если у вас во фразе добавится хоть одна точка или добавится хотя бы какая-то запятая, вы попадете уже совсем в другой кошелек. И для того, чтобы проверить, правильно ли вы его сохранили, еще раз его копируете и пытаетесь зайти. И сравниваете, в тот же кошелек вы попали или нет. Потому что люди допускали такие ошибки, я не просто так об этом рассказываю. Если вы попали в тот же кошелек, который вы записывали, значит все, кошелек воссоздан, вы можете им работать. Для того, чтобы вам могли сюда передать монетки, вы должны человеку или на биржу, допустим, вбить вот эти данные. Публичный ключ и номер кошелька. Этого хватит для того, чтобы вас активировать или отправить вам монеты. В дальнейшем при использовании вам нужен будет только номер кошелька, публичный ключ не нужен будет. Это мы сейчас рассматривали онлайн кошелек. Есть кошелек еще десктопный, да? Он скачивается на GitHub, тоже его можно взять. Скачать его на Windows, только, мне кажется, на семерку он уже не устанавливается. Устанавливается у меня, он стоит на десятке. И в телефон можно скачать десктопный кошелек. Выглядит там интерфейс точно так же, работает он точно так же. Единственное, что ссылку хранить не надо, никогда вы не перепутаете, так что в этом плане десктопные кошельки немного лучше. Вы уже в другой кошелек не попадете, по фишинговой ссылке никогда не перейдете. Как скачать на Android в Play Market я показывал видео, видео в чате чуть-чуть выше. Так что воспользуйтесь этим. Думаю, кошелек мы создали. Это самое важное, наверное, было. Теперь покажу, какие другие есть инструменты на GitHub, и мы их разберем. Просто получается, это немного опережает события, но пока мы на GitHub, просто удобно на них посмотреть. Вернемся на GitHub, посмотрим. Prism2. Это такая программа, которую вы в дальнейшем будете пользоваться, для того, чтобы смотреть, как меняется ваша доходная часть в кошельке. Сейчас я сюда забью. Давайте как раз забью свой тестовый кошелек, который каждый раз вам скидываю в чат, и мы его рассмотрим как раз в этом инструменте. Для того, чтобы войти и посмотреть на кошелек, вам в эту строчку надо вбить просто адрес кошелька. Вот он кошелек, который я вам постоянно показываю. Прогрузился софт. Что мы видим? В верхнем левом углу мы видим общий баланс кошелька, который сейчас на нем находится. В нижней строчке под буковкой P мы видим парамайн, который добыт, но не зачислен на кошелек. Ребята, не путайте. Когда у нас Paratax отнимает с этой строчки, и вы считаете, что это ваши монеты уже забрали, это монеты еще не ваши. Пока вы их не скинете на основной свой баланс, это лишь обещанная добыча, которую вам посчитал блокчейн, скажем так. И это если вы сейчас транзакцию соберете, вы это получите. Но эти монеты еще не у вас. Они вам, скажем, только обещаны. Вот в этом окошке мы смотрим, сколько кошелек добывает в день. Вот эта цифра, она как раз и показывает, сколько кошелек добывает за сутки. Этот кошелек, с учетом того, что он уже давно находится в холде, он сейчас добывает 760 монеток. Услышьте меня еще раз, это потом мы об этом поговорим. Кошелек, на котором баланс 100 тысяч, он добывает 760 монет в день. Это возможно сделать. Я расскажу, как разгонять как кошелек, что влияет на ту доходность. Так что если у вас 100 тысячный кошелек, это еще не значит, что вы будете зарабатывать очень мало. Здесь вот эта вот строчка в верхнем углу показывает текущий паратакс для этого кошелька. Но я думаю, тут нетрудно, все понимают, что это такое. Позже я расскажу, что такое паратакс, кто еще не знает. В этом окошке мы видим эмиссию. Моя эмиссия под этим кошельком. Под этим кошельком у меня эмиссия 16 миллионов монет. Это очень хорошая эмиссия, потому что когда мы доросли до возможности выстраивать структуру под кошельками, которая влияет на добычу, на скорость добычи ваших монет в кошельке, у нас стало два основных порога, которые стоит достичь. Это миллион монет и 10 миллионов монет. Можно и выше попытаться, но вряд ли у вас это получится, потому что достичь структуры в 100 миллионов на самом деле очень трудно. Наверное, даже невыполнима. Так что если вы сможете свою структуру разогнать выше 10 миллионов, то, в принципе, вам больше не надо. Сколько она будет у вас больше 10, 11, 12, 13, уже без разницы. Лишь бы не падало меньше 10. Здесь я показал. Дальше просто здесь идут информационные окошки, которые показывают общую эмиссию. Вот показывают общую эмиссию. Но она не совпадает с настоящей, потому что здесь не учитываются холд монеты. То есть если вы хотите смотреть эмиссию призм, вам надо заходить на гид... Ой, не на гидхарп. В сам блокчейн, заходить на кошелек Генезиса, и там вы всегда сможете увидеть настоящую цифру копейку в копейку. Сколько сейчас добыто призм, сколько у людей на руках находится. То есть настоящую эмиссию. Здесь идет график эмиссии точно так же. В принципе, нас здесь больше ничего не интересует. Нас интересуют здесь два вот этих окошка верхние. Первый и второй. Вот этим софтом вам придется пользоваться в дальнейшем. Так что закладочку я сегодня тоже в чат выкидывал с фотографии. Можете или брать их потом из чата, или сразу себе сохранить это в закладках. Если вы работаете с призмом, вам это обязательно пригодится в дальнейшем. Что у нас еще есть на гидхабе? Я просто не показал, где это. Это паракалькулятор. Так, где, 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 где. Ну, не буду показывать. Внизу ссылочка называется паракалькулятор. Здесь вы можете спрогнозировать, сколько ваш кошелек да будет в будущем. Ну, я вбивать уже сейчас кошелек или буду, или не буду. Давайте попробуем. Здесь в верхней строчке вы выставляете эмиссию. Вы можете поэкспериментировать, выставить эмиссию на будущее. Допустим, там 3 миллиарда, 3,5 миллиарда. То есть, сейчас здесь забита эмиссия текущая. В эту строчку вы вписываете кошелечек, баланс кошелька. Ну, он показывает баланс кошелька, 109. Почему он не совпадает, объясню. Потому что на момент запуска этого кошелька там был баланс 109 тысяч. То, что лежит сейчас сверху, это было отправлено. Но с учетом того, что кошелек находится под защитой, эти деньги, монетки точнее, не идут в счет. У меня парамайник начисляется от суммы 109 тысяч монет. Нажимаем и видим вот такую вот мы перед собой картиночку. То есть, это расчет, сколько наш кошелечек может добывать каждый день. Вы можете прогнозировать, посмотреть, сколько вы сможете добыть. Здесь, кажется, она сделана максимум до 100 дней. Да, до 100 дней. Вот, вам показывают, сколько у вас есть, сколько добывает в день и сколько у вас будет добыто. Я думаю, это несложно. Не знаю, я этим не пользуюсь. Еще я вам в чат выложил Excel таблицу. Ей пользоваться немножко удобнее. У нас есть участник Юрий. Он такой человек, который любит поковыряться в цифрах. Он составил таблицу. Она идентична и обсчитывает гораздо дальше, чем 100 дней. То есть, при помощи этой таблицы вы можете узнать, что ваш кошелек в холде привнесет, допустим, спустя год. Ребят, куда что-то говорил? Макс, извини, я поправку сделаю не 100 дней. Там есть страница, да, вот сверху. Видишь, 1, 2, 3, 4. Туда можно дальше отлистывать и будет год. Там дальше листы странички. Спасибо за подсказку. Ребят, ну вот интересная, софт, который, не софт, а таблицу, которую разработал Юрий, ну интересненько, он подскажет, как ей пользоваться. Он, точнее, он полностью повторил всю эту модель математики призм и сейчас просчитывает такие вещи, которые вам даже Тулс не покажет. Или, допустим, вот этот паракалькулятор. Кто любит поковыряться в цифрах и спрогнозировать что-то, можете ее использовать. Она также есть в чате. Юрий у нас есть в чате. Можете написать, скачать себе и пользоваться ей. Ну, основные инструменты мы изучили. Чем вы еще можете воспользоваться? Сейчас я вам покажу. Это тоже есть в чате. Это называется ссылка на блокчейн. Сейчас я просто перейду и нас сразу перекинет. Так, вот такой софт. Я думаю, вам всем не раз придется им пользоваться. Это такой сайт. Сайт этот чужой, он отношения к призме не имеет. Просто человек, его создавший, занимался призмом, работал с призмом. Ну, по факту, этот софт никакого отношения к призме не имеет. Для чего он нам нужен? Что мы здесь сделаем? Вот строчечка. Основной раздел мини – это блокчейн. В эту строчку вносите номер своего кошелька. Нажимаете «Искать». Все, и вот он открывается, этот кошелек. Что мы здесь видим? Номер кошелька, его баланс, его структура, пара майнинг добыты, реальный паратакс. Этот сайт просчитывает. Можно нажать, он вам покажет, сколько у вас реальный паратакс в кошельке. Здесь также написано, каким кошельком активирован этот кошелек, который мы рассматриваем. А дальше мы переходим и видим транзакции в этом кошельке, который рассматриваем. Зеленый цвет – это входящий, красный – это исходящий. Вы можете сюда вбить любой кошелек, посмотреть. То есть, когда вы друг другу что-либо пересылаете, почему-то там не увидели, или хотите проверить, не заходя в кабинет, пришли вам монеты или не пришли монеты. На какой стадии это сейчас находится? Вы заходите сюда в блокчейн, забиваете кошелек и смотрите. Допустим, вам человек говорит, я не получил от вас монеты. А вы хотите проверить, обманывает вас он или нет. Вы вбиваете номер кошелька, на который вы отправили только что монетки, и смотрите. Здесь будет последняя транзакция, скорее всего, ваша. То, что от вас этот кошелек получил такое количество монет. Если она есть, значит, этот человек получил, и он вас обманывает. Или просто не разбирается. Так что этим софтом придется вам еще много раз пользоваться. Это самый удобный софт. Еще кто следит за чатом, я больше информации беру отсюда. Здесь есть такой раздел – биржи. Биржа призмбит, биржа BTC альфа. То есть, нажав на любую биржу, вы попадаете в кошелек биржи и видите там раздел отчетности по кошельку. Вот я сейчас нажал на ходбит кошелек биржи. И сейчас немножко долго грузится это все. Но по итогу нам покажет. Покажет раздел. Вот такой, который я вам постоянно делаю скрины. Мы видим кошелек биржи, R43 заканчивается, его общий баланс – 35 миллионов. И вот такая вот небольшая бухгалтерия. То есть, за последние сутки сколько вышло монет и сколько зашло на биржу. То есть, за последние сутки с ходбит вышло 2 миллиона, зашло 1 миллион 300. Ну, основные инструменты показал. Давайте теперь просто вернемся к призм. Я не знаю, пусть страничка останется здесь. Нам, наверное, в принципе, больше ничего не надо. Или все-таки вернемся на описание чата. Потому что сундук мы еще сейчас досмотрим. Так, где-где-где-где-где? Я не вижу. Демонстрация экрана. Придти из текущего, выйти. Это отмена. Так, а как это делать? Так, вот так. И возвращаемся вот сюда. Ребят, появился вроде чат у вас на видео опять. Показываю опять. Как попасть... Где это мы не в том чате? Как попасть у нас на сундук полезных ссылок? Или перейдя по ссылке под постом, который каждые 8 часов появляется. Если его не находите, переходите в закреп чата. Здесь правила чата. И опять же ссылочка на сундук полезных ссылок. Нажимаете. И вы опять тот раздел, с которого мы начали. Давайте просто пробежимся. Покажу, с чем вам может придется работать дальше. Здесь есть ссылка на гитхаб. Это то место, откуда берутся ссылки. Чистые ссылки. Всегда только отсюда. Дальше идет рассказ про форжинг. Перейдя по этой ссылке, вы попадете, увидите небольшое описание, что такое форжинг. И ссылки на чаты форжеров. Это там, где можно получить информацию о том, как устанавливать ноду. Ну, пообщаться со специалистами на эту тему. Еще есть такой один сайт у нас. CoinMarketCap. Это тот сайт, на котором... Ну, давайте просто перейдем, но уже и посмотрим. Так. Это опять мне придется переключить, наверное, да. Так, так, так. Сейчас, секунду. Он грузится, а мы переходим вот сюда. Транслировать. Так. Не перешли почему-то. А, вот, перешли. У вас как раз сразу сюда, в эту ссылочку, зашита ссылка на CoinMarketCap. Именно на страничку призм. Это сайт, который ведет статистику по криптовалютам. Он берет отчетность со всех бирж. Транслирует курс, транслирует объемы. Делит разделение по биржам. Вообще сайт о криптовалютах. Ну, здесь мы подглядываем информацию по призм. Здесь мы видим на этом сайте, на каком месте призм сейчас находится. 1046. Ну, унывать не стоит, потому что в верхнем левом углу написано, что криптовалют на этом сайте 17 032 монетки. Всего. Мы занимаем 1046 место. Оно, конечно, не топовое, но и не последнее. Это текущий курс, призм с изменениями за сегодня. Если мы... Это динамика рынка. Выглядит она у нас, конечно, грустно. Тут хвастаться нечем, но и рассказывать об этом не буду. Переходим в раздел рынки. Здесь это и касаемо призм, и любой другой монеты. Когда вы нажимаете эту ссылочку, вы видите все торговые площадки, которые торгуют монетой. Здесь не будет обменников, здесь не будет чатов, здесь будут только биржи. В настоящее время здесь еще отсутствует биржа BTC Alpha, потому что после поломки они перестали давать статистику, и в этом списке их нет. Но на самом деле торговля призм там идет. Здесь идет деление по призм. На бирже Probit сегодня обороты составили 36 тысяч рублей. У меня включено исчисление в рублях. На Hobbit 36 миллионов, 35 в другой паре. Это разделение по парам. То есть биржа одна, а пары разные. Призм к биткоину, призм к эфиру, призм к USDT. Еще биржа Rudex. Сегодня оборотка на ней, между прочим, для биржи Rudex фантастическая, на полмиллиона рублей. Так что отсюда, наверное, выходим. Возвращаемся снова в чат. И дальше пройдемся по ссылочкам. Так, где, что, куда. Так, возвращаемся в чат. И дальше смотрим, идем по ссылкам. Опять же сюда, в сундук полезных ссылок. И пошли листать. Форжинг объяснил, CoinMarket объяснил. Бисченч это сайт, который мы с вами просматривали до этого, где смотреть транзакции. Блокчейн это об этом же. Так, документы по безопасности. Документы, между прочим, по этой ссылочке. Один из участников нашего чата когда-то очень подробно составил. Как делать пароль, как составлять пароли. Как делать кошелек, как составлять пароли. И все это оккультурил, написав документ. Он настолько грамотный и простой, что я его решил положить сюда в закладки. Не поленитесь, прочтите. Там буквально, кажется, два листочка. Ну все на простом доступном языке. Дальше идут ссылки здесь на биржи, с которыми мы работали. Ну, биржа Lifecoin. Если вы перейдете, там уже будет объяснение, что биржа закрыта. И что не стоит монетки хранить на биржах, потому что бывает вот так, как с биржей Lifecoin. Раз закрылось, и вы все потеряли. Что у нас дальше идет за ссылочка? Что такое пулы и как рассчитать доходность? А, понял. Ну, здесь есть инструменты, которые вам помогут рассчитать доходность. Я вам, в принципе, показал, как это все можно делать. Для этого сейчас уже есть инструменты. Раньше их просто не было, и мы это делали вручную. Как рассчитать Paratax? Я здесь тоже показываю в картинках. Его можно рассчитать и руками. Но сейчас, опять же, есть инструменты, так что, в принципе, это вам уже без надобности. Дальше идет раздел, в котором я честно рассказал о всех структурах, которые есть в призм. Но для того, чтобы дойти, давайте начнем сначала. Что такое призм, я уже сказал. Рассказывать не буду. Криптовалюта, ее характеристики. Ну, основной... Кто-то видео скинул. Не суть, ребята. Самая ее фишка в том, что это есть парамайнинг. Парамайнинг – это пассивный доход такой, который складывается, доходная часть, из нескольких составляющих. И чтобы понять, как ее считать, откуда она берется, нам надо перейти к истокам. У истоков мы имели вот такие две таблицы. Это от чего зависит скорость добычи монет. От баланса, который находится у вас в кошельке, и от структуры, которая находится под вашим кошельком. С момента старта призм доходность кошельков не изменилась. Сейчас доходность кошельков стала меньше, потому что на нее влияет новая составляющая, так называемый паратакс, который забирает часть того, что добыл ваш кошелек. Но кошельки добывают по-прежнему все на тех скоростях, которые были заявлены на самом запуске. Как эту таблицу понимать? Смотрите. Давайте откроем там первое, что у нас. Количество монет в личном кошельке. Это касательно баланса. Если у вас на балансе от одной монетки до 99, вы попадаете в первую группу. Ваш коэффициент будет 0.12. Соответственно, следующая группа от 100 монет до 1000 монет. У вас следующий коэффициент 0.14. Ну, я уже не буду все строчки перечисливать. Чтобы у вас была самая большая доходность, вам надо иметь на кошельке баланс от 500 тысяч, но не выше миллиона. Потому что если на кошельке будет больше миллиона монет, парамайник у вас просто остановится, и добыча остановится. Получается, вы выяснили, какой у вас баланс, взяли, допустим, свой коэффициент нужный. Дальше мы смотрим вторую картинку. Во второй картинке у нас написана структура. Что такое структура? В структуру входит баланс всех монет, находящихся под вашим кошельком, всех, скажем так, ваших приглашенных, или не ваших приглашенных, все, кто идет под вашим кошельком, кого вы активировали. На глубину 88 кошельков. Сколько будет лучей в сторону, неважно, ограничений нет. Ну, на глубину не больше 88. То есть, у вас кошелек показывает, что под ним структура, допустим, миллион. Тогда вы смотрите. Ну, здесь опять так же идет градация, как и в первом случае. От тысячи до десяти, тысяч от десяти до ста, от ста до миллиона. Ну, давайте рассмотрим то, что, скорее всего, вы добьетесь. Это структура от миллиона до десяти. Вот, получается, вы видите коэффициент свой. Все, теперь берете коэффициент из двух таблиц, неважно, какой у вас там был. 0.12 перемножаете на 3.05 или там другой какой-то, и вы получите скорость добычи вашего кошелька. Вот так меняется добыча кошелька, и от этого она зависит. И эта цифра не изменилась. Эти таблицы актуальны сейчас. Вы всегда можете посчитать скорость именно здесь. Это очень легко. Одно перемножить на другое. Думаю, здесь все понятно. Вот так призм когда-то стартовал, и именно такие доходы мы имели. То есть раньше миллионный кошелек добывал 10 тысяч монет в день. Это было очень круто, это было здорово, был хороший движ, была хорошая стоимость, но это все уже в истории. Что мы имеем сейчас? Спустя время, не помню, у нас старт призм 17-й год, потом идет развитие призм начала 18-го года, и в 18-м году призм сталкивается с тем, что блокчейн работает нестабильно. Не работает стабильно, потому что в то время у нас глубина кошельков, которые попадали вам в структуру, была не 88, а 888. То есть блокчейн просто физически не справлялся. И было принято решение остановить блокчейн и внести эти изменения. На тот момент был остановлен блокчейн, это было в 18-м году где-то в августе месяце. Остановили на месяц, после этого был переезд на новый блокчейн с новыми правилами. После того, как мы переехали, мы оказались в том блокчейне, в котором мы живем и сейчас, и с теми правилами, которыми мы живем сейчас. Глубина структуры под вами на 88 кошельков. С того момента, в конце 18-го года, после этого старта, цена тогда тоже сильно просела до 5 рублей, плавно начала расти, и большую часть для этого сыграло появление таких структур, которые, скорее всего, выходцами которых вы являются. Конец 18-го года – это появление спейсбота, это появление рой-клуба. Это пульные системы, они стали развиваться очень активно, быстро впитали многих людей, но они старались этих людей ограничить от чатов основного призм, потому что им было выгодно рассказывать свои правила, свои истории, чтобы не терять людей, потому что гонка в призм была всегда только за людьми. И дабы люди в них не разбегались, они ограничивали свои чаты от контакта с остальными. И из-за этого как раз многие из вас не знают всю историю призмы, как это работает. Почему люди шли в пулы? Что такое пулы? Сейчас объясню. Такая структура, как спейсбот и рой-клуб, они были построены по пульной системе. Объясняю, чем отличается пульная система от простого кошелька. Простой кошелек – это лично ваше управление, никто больше не имеет доступа к вашим монетам. Но раньше монет было мало, и стоили они дорого. Для того, чтобы получить максимальную доходность кошелька, вам надо было иметь максимальный баланс и максимальную структуру. Но была в чем трудность? Допустим, чтобы иметь кошелек в 100 тысяч монет, который был весьма доходный в то время, вам надо было потратить примерно 5 миллионов рублей, чтобы приобрести это количество монет. Этого не каждый себе мог позволить. И из-за этого люди покупали ту сумму, которую могли себе позволить, 5 тысяч монет, 10, и несли в пул. Допустим, пул, рой-клуб. Что они делали? Они брали ваши монетки, они их складывали в большие кошельки по 500 тысяч, под ними выстраивали структуру, из-за этого блокчейн работал на максимальной доходности. Допустим, рой-клуб получал доходность в 1%. Ну, то есть, вот эти вот 10 тысяч монет в день с такого кошелька. И получается, они вам платили больше, но какую-то часть оставляли себе, потому что они пользовались вашими монетами. Вы при этом управляли своими монетами через кабинеты. Многие люди считают, что кабинеты – это и есть кошельки. Нет, ребята, девчата, кабинеты – это не кошельки, это всего лишь кабинеты сайтов, в которых продублированы цифры. На самом деле, на ваших кошельках там ничего нет. Все монеты, которые собирали пульные структуры, которых держали в своем одном большом кошельке, вы только в кабинетах видели цифры, а монеты находились не в вашем управлении, они были в общем кошельке этого пульной структуры под управлением ее руководителя. Из-за этого конфликт и происходил между призмачами и вот этими пульными структурами. Одни других ругали про то, что вы слишком быстро добиваете монеты, и их становится очень много, монета обесценивается. Руководители этих пульных структур ограничивали своих людей и рассказывали им свои сказки, что ребята там воруют, там кошельки вскрывают, храните у нас. И вот такая война между усобицей шла. Но это была, опять же, только борьба за людей. На самом деле, самый безопасный способ хранить на собственном кошельке, никто еще кошелек призм вскрыть не смог. Сейчас эра пулов закончилась. Закончилась она почему? Потому что со временем в призм появился такое значение, как паратакс. Что это такое? Появился он, я уже точно не помню, в 2020 году, кажется, в апреле включился или в феврале. Это, не знаю, как правильно, чтобы все поняли. Налог, что ли? То есть ваш кошелек добыл 100 монеток. Это 100% его прибыли, которую он может добывать. Неважно, на какой скорости он у вас работает. Допустим, он у вас там 100 тысячный или 500 тысячный, неважно. Просто за показатель берется все, что он добыл за сутки, допустим, это и есть 100%. Паратакс отнимает от этой суммы столько, сколько сейчас само значение паратакса. Потому что паратакс с каждым днем растет. Вот когда-то паратакс был 2%, потом 4, 6, 8. Сейчас он дорос до 98. То есть ваш кошелек заработал 100 монеток, но паратакс забирает у вас 98 из этих 100 монет и отдает вам всего 2. Вот это и есть паратакс. Итак, мы ждали, как он будет расти. То есть доходность, сложность добычи у нас усложнялась, и мы стали меньше и меньше зарабатывать. Этот инструмент был для того, чтобы эмиссия не разрасталась, и чтобы ценность монеты не падала. Наверное, этот инструмент был внедрен с опозданием. Из-за этого мы все-таки имеем больше рост эмиссии, чем приток людей. Монетка на фоне этого всего по разным еще различным причинам, действия всяких лидеров, ну еще каких-то ошибок совершенных, мы сейчас не об этом, привела к тому ценнику, который мы сейчас видим. Ну, именно сейчас, буквально, когда последний скачок был паратакса, у нас 12-го числа, мы все это наблюдали, мы пришли к тому максимуму, которого достиг паратакс. Выше он уже не будет. Последующий скачок будет на эмиссии в 3 миллиарда, но по моим подсчетам, мы наоборот получим прибавление. Уже не будет у нас никто ничего откусывать. То есть сейчас призм добывается максимально медленно. Я думаю, как раз это и должно привести призм к тому, что людей станет больше, а монеток станет не хватать. Как мы видим на биржах, даже при нынешней плохо выглядящей ситуации, в среднем сейчас все сообщество призм, это 3 миллиарда монет, мы добываем в сутки около 100 тысяч монет. Каждый день мы добываем 100 тысяч монет. Даже мы смотрим в самый плохой день на биржу, мы выкупаем с биржи больше, чем 100 тысяч монет. Значит, по факту, сейчас идет покупка монет больше, чем их производится ежесуточно. Я думаю, вы сами понимаете, к чему это должно привести. То есть если их покупают больше, чем их есть, значит мы придем постепенно к тому, что их будет не хватать и цене придется подрастать. Ладно, давайте вернемся к паратаксу. Появилась у нас составляющая, паратакс, скорость, кошелька, с этим мы разобрались. Теперь какую нам выбрать стратегию, как нам с этим бороться, какие нам правила еще придумали. А разработчик со временем придумал еще дополнительные правила, такие как, если кошелечек, hold status, да? Что такое hold status? Если вы ставите кошелек и оставляете монеты на нем без движения, то есть туда нет ни входящих транзакций, ни исходящих, и чем дольше кошелек стоит без движения, тем на вас начинает меньше действовать паратакс, на ваш кошелек. Если он у всех растет, то у вас он начинает уменьшаться. И чем он дольше стоит без движения, тем меньше на вас влияет паратакс. Он у вас начинает падать 98, 97, 96 и так далее. Вот как раз поэтому я вам показал свой кошелечек в начале 100 тысячный, который сейчас добывает 760 монеток в сутки. Это потому, что этот кошелечек уже больше года стоит без движения. И каждый из вас сможет этого добиться. Но когда это произошло, мы поняли, что надо ложить монетки надолго, их не трогать. Но мы столкнулись с другой проблемой. У нас появился так называемый стрелок. Вы часто встречаете упоминания в чатах стрелок. Стрелок что-то там расстрелял. А появился такой некий вредитель в сообществе, который, видимо, хорошо разбирается в этом теме программирования. Он умеет пользоваться блокчейном. Он этот процесс автоматизировал. Он просто заходит в блокчейн, видит кошельки, включает автоматизированную систему, которая просто отправляет всем крупным кошелькам по одной копеечке. И копеечка, попав в ваш кошелек, сбивает ваш холд. То есть вы поставили свой кошелек, чтобы на вас меньше действовал паратакс. Он у вас простоял недельку, две, три. Паратакс у вас стал падать, добыча стала расти. Но бац, по вам выстрелил стрелок. Скорость добычи вновь падает. Это все сбивается. С этой проблемой мы столкнулись года полтора назад. Пошли жалобы повсеместные. Разработчик вновь вмешался и придумал, как можно защититься от этого. И был придуман такой способ. Если вы возьмете свой кошелек, только здесь уже нужна ограниченная сумма баланса, не более 110 тысяч монет, берете свой кошелек с балансом, менее, ой, менее 110 тысяч монет, но его надо включить, поставить на форжинг и включить ноду. Но это уже отдельная тема, рассказывать я в этот раз не буду, потому что это немножко сложно, немножко обширно. Я просто очень кратко опишу, что это форжичий узел. Это есть во всех криптовалютах, но во всех криптовалютах это очень сложно запустить. На призм это гораздо просто. Для этого не надо никаких мощностей. Подойдет средненький компьютер или удаленный сервис, который можно платно снять себе, допустим, чтобы не устанавливать это на своем компьютере. Или ребята у нас задумали добывать на малинках. Малинка – это программная плата, она стоит гораздо меньше компьютера, но она вполне справляется с этой задачей. Стоит она там порядка 10 тысяч рублей. Это тоже довольно надежный способ хранения монет, на котором можно включить форжинг и поставить свои монетки туда, в ноду. Что делает нода? Нода – это связующее звено при общении людей в сети призм. Когда люди производят какие-то обмены, изменяются балансы, меняется бухгалтерия, как раз ноды отвечают за то, что они хранят эту бухгалтерию. Они ее сравнивают между собой, сверяются списками, и если они все удовлетворены, что все честно, эта запись происходит. Благодаря этого происходят обмены. Форжеры, которые этим занимаются, имеют вознаграждение от сети. То есть кто-то кому-то перевел монетки, заплатил комиссию за перевод, нода форжера в этом поучаствовала, он получил вознаграждение в виде небольшой комиссии за это. Но при этом кошелек, который у него стоит в ноде, создав блок, это как раз ту страничку бухгалтерии, в которой отражен перевод между одним пользователем и другим. Если это создала ваша нода, и ваш кошелек сфоржил так называемый блок, вот после этого ваш кошелек становится под защиту. И обстрелы стрелков на вас не влияют. То есть все входящие транзакции от вашего кошелька, ну скажем, не пробивают его, они не влияют. Ваш кошелек остается в стоять в холде. И при этом можно добиться, чтобы ваш кошелек стоял в холде любое то время, которое вы захотите. Потому что вам ничего не мешает. Только ваша личная исходящая транзакция может его сбить. И из-за этого мой кошелек, стоя на ноде, стоит уже больше года в холде, и добился вот таких показателей, которые он сейчас добывает. 100-тысячный кошелек добывает 760 монеток в сутки. Это очень много. Потому что если вы посмотрите на свой кошелек, который у вас не в холде, вы увидите, что ваш 100-тысячный кошелек, скорее всего, сейчас добывает в сутки около 19 монеток. Как устанавливать ноду, вы можете посмотреть в разделе, который вам показывал, сундук полезных ссылок. Там есть ссылочка «Форжинг». Есть ссылочки на чаты форжингов. Там вам помогут, рассказывать не буду. Тема немножко обширная, немножко длинная. Думаю, вряд ли здесь это сейчас получится рассказать. Что такое холд и как это сделать, я рассказал. Давайте теперь еще вернемся к тем структурам, которые сейчас обстались в призм. Структурами мы называли вот эти надстройки над призм. Структура «Рой Клуб», структура «Строй Бот». Просто немножко люди путаются. Структурой мы называем то количество монет, которое под кошельком, и структурами мы также называем вот эти надстройки над призм, которые получили название «Рой Клуб», «Спейс Бот». Опять же, все эти структуры делились всего на два типа, существуя в призм. Были структуры, которые забирали ваши монетки, собирали их в свой один большой кошелек и делились с вами прибылью. Их называли пулами. В них вы свои монетки отдавали в доверительное управление. Вы видели их в кабинетах, но управляли не вы ими. Вторые структуры, которые находятся в призм, это такие как паровоз, нейро в настоящее время. Это структуры, которые вам помогали выстроить структуру под вашим кошельком. Потому что призм изначально подразумевал, что когда вы станете владельцем призм, вы купите свои первые монетки, вы будете гнаться за прибылью, будете хотеть, чтобы ваш кошелек пораманил быстрее. Вы пойдете искать людей, которым будете рассказывать о призм, приглашать их в призм и активировать их своим кошельком. И из-за этого структура будет расти такая некая MLM составляющая, вкрученная в монетку призм. Ну, люди у нас ленивые и находчивые. И они, когда увидели, как это работает, они просто это обхитрили. Они создали такие структуры, как, допустим, Roy Club, SpaceBot, где собирались в один кошелек. Но мы сейчас говорим про структуры с собственными кошельками, такие как паровоз, допустим, Эленера. Что происходит там? Вы приходите в эту структуру со своим новым кошельком и говорите, я хочу стать вашим участником. Они говорят, да, хорошо, дайте номер своего кошелька. Вы им даете номер кошелька, который еще не активирован. Они вам отправляют монетку, активируют его. Вы пополняете свой баланс, потом получаете команду отцепщика, что отправьте там сколько-то монеток на следующий кошелек пустой. То есть, вы отправляете, тем самым, вы активируете следующего участника этого клуба. Ну, соответственно, следующий участник активирует следующего, следующего. Все это происходит при помощи того, что сам клуб развивается. Вашего участия здесь уже не надо. И под вами строится структура. Структуры там строятся линейно. Они не строят там солнышко, всякие звездочки. Они строят там линейно, все очень просто. То есть, под вами со временем выстроится 88 кошельков. В каждых структурах есть какие-то требования, что минимум в кошельке должно быть там 36 тысяч монет, 10 тысяч монет. Я просто не знаю условия паровоза, они менялись со временем. Но есть требования, что, допустим, в эту строятся кошельки, на которых баланс не менее 36 тысяч. Похожие условия в нейро. Там строят кошельки просто с большими балансами. Там минимум надо иметь 100 тысяч. Но смысл такой же. Построение линейное. То есть, подключитесь вы и сама структура, привлекая людей, будет строить под вами кошельки дальше и дальше. Под вами со временем построится 88 кошельков и под вами вырастет структура. Какая она будет, никто не знает. Но какой-то минимум вы обязательно перевалите. То есть, скорее всего, миллион вы перевалите. Дойдете вы до 10 или нет, ну, это уже на удачу. Это как раз помогает вам сделать что? Выстроить структуру без какого-либо участия. С одной стороны, это неправильно, но с другой стороны, мы все ленивые, научились это делать и этим пользуемся. Кто бы там в чатах не рассказывал, что это неправильно, это некрасиво, это нечестно, все эти лидеры, кто вещают, что это неправильный призн, так не развиваются, у них у всех кошельки находятся в таких структурах. И все они этим пользуются. Как выбрать себе структуру, как познакомиться со структурой, вы также найдете в чате по ссылочкам. Я там кратко рассказываю о каждой структуре, пульная, она не пульная, или она с собственным кошельком. Немножечко отвлекся и недорассказал. Вот попав в такую структуру, как паровоз или как нейро, ваш кошелек находится именно в вашем управлении. Даже руководитель структуры на вас уже после этого повлиять не может. Вы единолично управляете кошельком, никто к нему доступа больше не имеет. Вот в этом и прелесть. Никто не сможет получить доступ, вы никому не отдаете на хранение своей монетки. Сами управляете, сами развиваете и выбираете стратегию для своего кошелька. Как разогнать кошелек, я вам сказал. Какую структуру выбрать, можно выбрать ее, когда вы познакомитесь со всеми структурами, которые есть. Еще есть у нас такая структура, немного спорная, кто-то ее сейчас скажет, она хорошая, кто-то скажет, она плохая, она со своей математикой, со своими правилами, она называется стабилити. Я в чате также о ней рассказываю, в ссылках вы ее найдете. Если захотите в нее попасть, там есть ссылки, кому обратиться надо. Эту структуру поддерживают наши новые директора. Ну, кому-то это заходит, честно сказать, мне нет, не хочу никакую рекламировать или там обливать грязью. Я просто честно в этом чате рассказал про все структуры, которые существуют в призм. Выбирайте, какая вам по душе. Теперь, что касается стратегии. Не так давно в чатах я предложил такую стратегию. С учетом того, что сейчас призм не очень дорог и появилась возможность ставить в холд, выжимать, скажем так, максимальную доходность с кошельков, ну, для этого нам нужно кошелек, в котором 100 тысяч монет, нода, структура, ну, и, наверное, просто время, да. Что я предложил сделать? Сейчас, ну, конечно, у нас у всех карманы разные, но я предложил вот такую форму. Я закладываю на сегодняшний день 12 кошельков. В каждом по 100 тысяч монет минимум. Почему 12? Потому что просто у нас 12 месяцев в году. Я закладываю 12 кошельков, ставлю их в какую-то структуру, которая мне понравится. За год все равно под ней вырастет структура, будет 88 кошельков, которые дадут мне прибавку к скорости парамайнинга. Все это пересчитается, а потом спешить не стоит. Вам структура в первый день не нужна. И все 12 кошельков я ставлю на ноду. и забываю про них на год. Через год я возвращаюсь к этим кошелькам, которые за этот год добудут максимум. Ну, допустим, это будет 60% к той сумме, которая на нем лежит. Я просто спустя год раскрываю первый кошелек, беру прибыль, кошелек вновь вставлю в холд, теперь еще раз на год, оставляю на нем опять 100 тысяч. Прибыль я просто продаю. Не важно, сколько будет стоить призм через год. Будет стоить 20 копеек, хорошо. Будет стоить рубль, тоже хорошо. Два, тоже отлично. Я просто получу зарплату. Еще спустя месяц я открываю второй кошелек и делаю то же самое. Я забираю оттуда то, что он смог на парамайнинг за год, оставляю вновь там 100 тысяч, а вот это то, что он заработал, я вновь продаю на бирже. И не важно, какая будет цена. Уже в принципе не важно. Я заплатил за свой призм год назад, купил. Я думаю, сейчас цена для входа не заставляет вас сильно рисковать. Да, призм сильно просел, об этом мы тоже разговаривать не будем. Но я продолжаю верить призм, остаюсь здесь и считаю, что мы где-то близко находимся к той цене, ниже которой мы вряд ли уже опустимся. Потому что многие из нас могут сказать, что я покупал призм по 10 рублей, по 20, по 30. И от такого ценника мы все далеко внизу и наверное в проигрыше. Но сейчас, я думаю, где-то мы близки к тому, ниже точки, которой мы падать не будем. Так что продавать призм через год, приобретая его сейчас за 25-30 копеек, я думаю, будет без разницы. Я думаю, эта стратегия вполне выигрышная, создать себе 12 кошельков и получать каждый месяц зарплату, открывая каждый кошелек по очереди. И так, когда пройдет год, соответственно, первый кошелек у вас уже простоит в холде тоже год. И просто получается, купив это раз, если вы верите в проект, что он будет долго существовать и будет развиваться, сделать себе вот такой вот фундамент и просто получать зарплату в размере, сколько будет стоить призм. При этом участвовать в развитии, если вы верите. Я думаю, это хорошая стратегия. Кошельков, конечно, можно делать 24, там 36, неважно. Но я думаю, 12 это то, что себе может сейчас позволить. Ну, не каждый, конечно, но в принципе доступно. На это надо порядка, порядка, сколько нам надо? 12 кошельков по 100, это миллион 200. Миллион 200, это примерно около 300 тысяч рублей. То есть заплатив сейчас 300 тысяч рублей, в принципе, вы делаете такую, задаток на будущее свое. Если монетка станет больше стоить, вы станете больше зарабатывать. Тело вам для этого тратить не придется. Монеты, которые вы сейчас купите, всегда будут оставаться у вас. Если вам эта форма не подходит, знакомьтесь с структурами. Есть другие структуры с другими правилами, такие как стабилити, там другая математика, другие предложения. Может вам станет это интересно. Я вам рассказал о том, что выбрал я. Думаю, основное я про призм рассказал. Как сделать кошелек, как выбрать структуру, где взять информацию. Если это не зашло, с сегодняшнего раза ребята сказали, записывают видос, его можно будет пересмотреть. Или еще раз дополнительно в этом чате в любое время вы всегда можете спросить, где купить, как продать, как создать, куда встать. Вам всегда подскажут. Я еще могу кратенько пробежаться. Я вам показывал, на КМК есть биржи, на которых можно купить и продать призм. Но не все люди хотят пользоваться биржами. Мы все туда людей подталкиваем, потому что монеты, которые продаются через биржи, они проходят учет КМК и показывают оборотку. Это важная составляющая, при которой люди, которые не знают призм, оценивают его. Они просто смотрят, какие обороты в монете. Некоторые люди пользуются обменниками. Обменников раньше было больше, сейчас их осталось не так много. Раньше был обменник в Ройклубе свой, довольно качественный, но он закрылся. Был обменник призм торг, тоже довольно качественный, но он закрылся. Есть у нас обменник Биттим называется. Там до сих пор идут обмены, работает довольно надежная площадка, ей можно пользоваться. Также у нас открылась площадка обменник в Нейро. Там нет комиссий на обмен, можете пользоваться, ссылки вы найдете в чате. Там тоже можно купить и продать призм. Также есть чаты, рекламировать не буду. Владельцем одного из таких чатов я являюсь, но это тем, кому по душе меняться в чатах. Там есть свои плюсы, есть свои минусы, обмена в чатах. Так что купить и продать призм на самом деле не так сложно. Главное посмотреть, головой покрутить по сторонам. Думаю, обо всем я рассказал, ребята, кто сейчас первый раз тут, или старички, может, которые слушали меня, уловили про то, что я что-то забыл сказать. Сейчас спрашивайте, напомните, или давайте вместе расскажем, о чем мы забыли. Может быть, про белую книгу рассказать с официального сайта, как заходить, смотреть, изучать ее. Очень интересно там почитать. Давайте все просто. Белая книга. Что такое белая книга? Белая книга есть у каждого проекта. Это, скажем так, паспорт инструмента, с которым вы знакомитесь. В призм тоже такой есть паспорт. Снова идем в сундук полезных ссылок. github, forging, так, к посту, где вы начали, где-то, где-то здесь прям. Максим, зайди с github, пожалуйста. Github, а давайте сделаем просто. Переходим на github, сейчас тогда я переключу, чтобы вы видели, чтобы вы видели, куда я перешел. То есть, я перешел по ссылочке github. Так, почему я не вижу. Сам себя не вижу. Сейчас раз. Ага, вот. Вот, мы снова вернулись на github, где мы берем ссылки для... Здесь же есть ссылочка на белую книгу. Вот она, верхняя строчка. Максим, нажми правой кнопкой мыши и выбери ввести на русский язык. Да у меня оно так не переведет. оно не все сайты переводит. Переведет. Вот так. Лучше. Спасибо за подсказку. Вот. Ну, слово white paper нам так и не перевело. Белая книга так и осталась. Верхние строчки на разных языках. Ну, зато здесь удобно. Сейчас можно посмотреть про то, что я рассказывал. Это андроид-приложение, кошелек. Ну, давайте вернемся к книге и попробуем просто кликнуть. Это документ, с которым разово стоит знакомиться, когда вы знакомитесь с проектом. У всех проектов есть эта книга. Она есть и у призм. Давайте попробуем перейти, посмотрим, куда мы сейчас попадем, куда нас перекинет, что мы увидим. А вот мы никуда не попали. И это очень плохо. Еще раз пробуем. Ошибочка. Я предположу, почему это происходит. Нажми перейти в другую складку. Давайте я вам проще покажу, откуда все это можно брать. Есть КМК призм, где я показываю. Просто людям надо показать. Надо просто нажать правой кнопкой мыши и перейти в другой, просмотреть в другой вклад. Я понял, что ссылки под гитхабу, они не все работают. Их надо в отдельной вкладке открывать. Ну, давайте я вам другой путь покажу, ребятки. Макс, можно я скажу, как проще? Официальный сайт призм.спейс открыть и оттуда уже извлечь эту белую книгу. И там на официальном сайте много дополнительных еще инструментов есть. Надо научить людей работать с гитхабом. Ребят, давайте еще раз вам покажу, где брать данные по проектам. Вообще, это касается не только призм, всех криптовалют, но просто мне приходится в этих разделах работу, отсюда удобнее стартовать. Смотрите, когда вы заходите на КМК, видите, написан призм, и здесь идут ссылочки. Они есть у каждого проекта, эти ссылочки. Это ссылочка на основные их сайты. Идет ссылочка на сообщество, то есть, попав в призм или, допустим, в любой другой проект, глянув на эту ссылочку, вы всегда найдете, допустим, ссылки на соцсети разработчиков, которые ведутся разработчиками. Твиттер, что тут есть, еще форумы общения, вот здесь есть наши чаты, есть чат разработчика, кликать не буду, чтобы просто не перекинуло. Исходный код, это вы попадете на гитхаб, как раз можете познакомиться. Вот ссылочка на белую книгу. Рекомендую вас не просто белую книгу перейти, а вот эта ссылочка на сайт. Сайт не так давно написан, он не самого старта призм, но здесь тоже очень много полезной информации о призм. Здесь будет ссылочка как раз и на белую книгу. Попав вот на этот сайт, не помню, кто его делал, но оформлен довольно красочно и интересно. Здесь очень много информации по призм. Все это кликается, кликать не буду сейчас, чтобы мы все не рассматривали. Откройте, пролистните, много интересного, много рассказов о призм и даже как работать с IP тут есть, по кошелькам, по регистрации. Как сюда попасть, я показал. КМК, вот ссылочка на сайты проекта, которые вы рассматриваете. Это есть везде, пользуйтесь. Здесь есть ссылочка на белую книгу, давайте попробуем отсюда перейти. Мы опять же попали на этот сайт, на котором только что были, только мы теперь просто попали в раздел белой книги. Видимо, она тут на разных языках у нас, А я с Гиткаба спокойно вошла в белую книгу. Ну, она не во всех браузерах кликается просто. Ребят, ну перечитывать, я думаю, мы ее не будем, белую книгу. Вообще, это идет паспорт, паспорт инструментов, с которым вы собрались, работаете. Там рассказывается в белой книге, кто делает проект, для чего основные правила проекта, основные цели этого проекта. Это касается не только призм, но я рекомендую вам в призм, начать знакомство с призм, со знакомлением с белой книгой. И вообще, когда знакомитесь с проектом, открывайте и читайте белую книгу. И смотрите даже на индивидуальность этого документа, потому что проекты, которые делают для того, чтобы людей просто обмануть, им даже лень белые книги писать. Они просто берут и копируют из других проектов. И когда вы прочтете несколько белых книг с разных инструментов, вы уже будете понимать, куда вы попали. А тот инструмент, с которым работают, и это написано индивидуально, или это что-то, сделанное под копирку. Так что, никогда не игнорируйте эти белые книги. Не надо их читать целиком, это довольно объемные документы. Ну, основные параграфы, там всегда стоит рассмотреть, там очень много полезной информации. Не стоит информацию собирать с каких-то видеороликов, потому что ролики, бывают, пишутся хорошими людьми, чтобы рассказать об инструменте, а бывают, пишутся под заказ, чтобы его очернить, этот инструмент. Вся правдивая информация настоящая, касается, сколько эмиссии будет, какая цель, все-все-все, все это есть в белой книге, и это как раз та единственная информация, которая будет верная. Не стоит информацию черпать из открытых источников, потому что она не всегда правдивая. Всегда ее берите с первоисточника, как и ссылки на гидхаб, на инструменты, так и здесь. Здесь еще очень-очень много всего. На этом сайте можно познакомиться, только не знаю, как здесь переключить. Почему-то он у меня выскочил на английском, но он точно есть на русском, потому что я его ковырял раньше. Здесь также много очень инструментов. Я им просто не пользуюсь, ребят, мне уже, честно сказать, информацию собирать по призму, не к чему, я и так кажется, все это в голову не знаю. Нажми правой кнопкой мыши и нажми перевести. Ну, это будем мы не то, видите, корявый перевод. В принципе, стало понятно, я вам просто хотел меню показать, что здесь есть. Белая бумага, гидбок, призм.айп, это как работать с айпи, это кто-то, если хочет привязывать призм, куда-то к сайту, как работать с айпи, какие-то у вас сервисы, здесь о айпи призм и о том, как с этим работать. Дорожная карта призм, ну, она там в картинках, какие цели, в какие года, чего мы хотим достигнуть. Разработчики призм, последние новости, сообщество, загрузки. Вопросы ответы. Ну, довольно такой объемный сайт, я его один раз, когда попал, пролистнул, очень хорошо оформлен, много информации, листать сейчас не будем. Тоже стоит его закинуть в закладки. Стоит вообще сделать закладочки, потому что люди часто сталкиваются с тем, что раз воспользовавшись, потом закинули свою ссылку куда-то. И это самое главное касается кошельков. Потом пытаются залезть в кошелек и где схватить ссылку, где схватить ссылку на кошелек и бегут где-то не на гитхаб и берут эту ссылку и попадают на плохие ссылки, грязные, скажем так. Всегда это приводило к тому, что люди теряли. Вот, ребят, напоминайте, если я еще что-то забыл, о чем мы поговорим, что надо показать. Мой сайт, Макс, может быть, это прозвучит как-то критически, но белую книгу ты так и не открыл. Может быть, под мою диктовку я скажу, куда конкретно тыкать, чтобы открыть, людям поднять вот эту книгу. Перечитывать сейчас будем. Давайте все-таки попробуем перейти тогда с... Нет, просто визуально, чтобы люди увидели, как она визуально выглядит. Вот эта цель основная. Слушай, перебят, она в здесь в трубах есть вообще скачанная. Вы ее можете скачать. Она здесь, у меня в закладках лежит, скачанная. Ну, покажи ее визуально, чтобы люди видели, как она выглядит вообще, в принципе. Давайте еще раз все-таки попробуем через GitHub попасть. Белая книга. Так, открыть в новой вкладке. Откроется. Не хочет. Не пускает меня. С моего браузера не пускает GitHub. Не все ссылки у меня работают. Так, не хочет. Одно вернемся сюда. Ну вот, мы находимся в разделе самой книги. Только через сайт мы, получается, зашли. Вот раздел этой книги. Введение, обзор, основные технологии. Так, где GitHub? Что такое? PRISM? Ихаб. Ссылка на мастер-ноды, официальный сайт. Ну, что такое? Вот, когда записан под видео, начинает что-то не работать. Старики-разбойники. Ну, подсказывайте, как мне людям показать, как зайти. Давай, Макс, я по шагам буду говорить, а ты пытайся... Так у меня в GitHub. Здесь ты мне на сайте подхажешь. Вот как пошагово, проще всего, PRISM Space сайт, надо на него зайти, вот в первую очередь. Тот радужный сайт, который, допустим, с CoinMarket. Так, мы на нем сейчас и напоним, где-то он и есть. Вот просто на стартовую страницу выйди на него, на этот PRISM Space. А, это PRISM Cosmos у нас. Макс, если я сейчас ссылку скину на этот сайт, ты перейдешь? То есть, не побоишься от меня перейти по ссылке? Да я же знаю, у кого потом спросить. Да, мне с этого сайта PRISM Space правый верхний угол, там правый верхний угол надо прожать будет. Ну, почему меня не перекидывает? Грузится. Все, я в чат сбросила ссылку. Давайте попробуем. Не пускает меня. Я из-за этого из GitHub не могу перетереть. У меня вот выходит. Потому что ты через Оперу заходишь. Попробуй зайти через Google. Так. О, вроде пустила. Куда? Говори. Да, вот правый верхний угол. Нажимай вот красненький кружок. Да, вот сюда. И слева, видишь, вот слева white paper посередине. Вот. Посмотрим. Пустит на этом сайте. У нас нет. English, русский, русский. Вот. И не пускает. Может, они работают с ней? Может, ее сейчас сняли? Из-за этого ее нигде нет? Они же должны были по даву туда внести изменения, говорили бы. Нет, я зашла с GitHub и по новой вкладке и так прям просто нажала. Меня везде... Не пускает меня ни с одного сайта сейчас на белую книгу. Ну, как туда зайти, вам показали. Она даже есть в голосовом исполнении. Раньше была, допустим, на сайте. Можно было ее прослушать, а не прочитать. Я ее когда-то слушал, а не читал. Так, ребят, ну, вроде все. С белой книгой драться не будем. Чего могу эту проблему упереться? И будем сейчас 15 минут тыкать. Потом это кто-то будет видео смотреть и матюкаться. Что вам еще показать? Что я забыл сказать? Старики, подсказывайте, разбойники. А молодежь, если есть кто-то... Ну, не то что молодежь, у кого знания по призму ограничены, может, я что-то забыл сказать или вы не услышали ответ на свой вопрос. Спросите, я отвечу вам. Ну, у стариков глаза все замыленные. Вот новички должны спросить. Ребята, не стесняйтесь, спрашивайте. Если есть вопросы, самое время их задать. Я здесь сейчас не один, и люди мне помогут ответить, если я в чем-то ошибаюсь или что-то не знаю. Макс, вот ты сказал, что 19 монет парится будет на кошельке 100 тысячном. Там вроде по калькулятору 9 монет выходят. Я это сказал, честно сказать, потому что видел эту цифру, я просто не отслеживаю, ну, я не смотрю, знаете, кто-то имеет такое там пристрастие каждый день заглядывать на кошельки. Я этого просто не делаю и не знаю, сколько сейчас кошелек 100 тысяч набивает. Я просто понимаю, что намного меньше. У меня нету кошелька, который стоит не в холде. Я вам могу стоящий кошелек не в холде, только миллионник. Включите, показать разницу с миллионником. Давайте я это сейчас сделаю. Так, переключаю. Можно в калькуляторе поставить 100 тысячный кошелек и 10 миллионов структуры и посмотреть начальный этап этого добычи. Да, ну, вот честные цифры. Вот смотрите вам для примера. Кошелечек, 100 тысячный кошелек, который находится в холде. Вы сейчас видите, дождая экран. Ну, это мы его рассматривали. Он добывает 760 монет в сутки. Структура больше 10 миллионов. На кошельке 109, не 126. Я же вам заходил, показывал, что он считает, что 109. Кошелек стоит под защитой, закинутые сверху монетки в счет не идут. Они просто на нем лежат. Выходим отсюда. Я взял вот простой миллионный кошелек. Забиваю его. Этот кошелек также стоит на ноде. Также форжит. Также на нем структура больше 10 миллионов, 21. Видите, как видите, баланс почти 960 миллионов. Только кошелек без холда. И он добывает всего 109 монеток в сутки. Вот в чем разница. Ну, как разницу почувствовали? На 100 тысячах получаете и на миллионном кошельке. Так что те, так что те, кто свои монеты держит у кого-то в пуле, в чьем-то, вытаскивайте свои монеты, докладывайте до 100 тысяч и открывайте свой собственный кошелек. Ребят, ребят, вот как раз этот инструмент был внедрен, чтобы пулы стали неактуальны. И, в принципе, вот показав всего этих два скрина, можно понять, почему пулы сейчас стали неактуальны. Пулы пытаются уберечь людей, рассказывая всякие истории или просто отказываясь от призм. Они раньше зарабатывали излишки и этими излишками делились с вами, получается. Да, это действительно было выгодно. Да, был риск, что вы им отдали в управлении. Но теперь по факту они не могут зарабатывать больше. Они не могут разбить все свои активы по 100 тысяч и включить там тысяча нот, чтобы все это форжить и стояло под охраной. Им просто невыгодно это сделать. Излишки они не зарабатывают. По факту их не миллионные кошельки добывают теперь меньше, чем ваш 100 тысячный кошелек, который вы можете сами себе создать. Так что вам что надо сделать? Просто создать кошелечек. Просто выбрать структуру, в которую вы войдете, которая вам поможет построить под собой кошельки других пользователей, чтобы под вами выросла структура. Форжить не обязательно. Это не обязательно делать. Ваш кошелек и так будет стоять в холде, но по вам может стрелить стрелок, и тогда он холд собьет. Решать вам. Ну, добыча монет у вас будет и так, и так. Но в холде кошелек может долго не простоять. Если вы хотите все-таки призмач, имеете больше, чем один кошелек стотысячный, тогда, наверное, ноду все-таки выгодно включить. Тем более, объясню еще, как можно обхитрить систему немножко. Когда ваш кошелечек, находясь в холде, ловит блок, защита у него включается на сто тысяч следующих блоков. Ну, просто разработчик, видимо, ища какую-то, пытаясь найти меру временную, насколько будет кошелек под защитой, он выбрал, что кошелек будет находиться под защитой сто тысяч следующих блоков. Что такое сто тысяч следующих блоков? Наш блокчейн создает один блок в минуту, то есть в сутки он создает 1440 блоков. Если поделить сто тысяч на эту сумму, то получится, что ваш кошелек, поймав один блок, будет под защитой находиться следующих 70 дней. То есть по факту вы можете поставить ноду на своем компьютере, включить ноду, включить этот форжинг, включив свой кошелек, поймать один блок, все, ваш кошелек встанет под защиту и неважно будет нода работать дальше или нет, следующих 70 дней ваш кошелек будет под защитой. Теперь можно на две недели ноду отключить, будет оставаться там дней 10 до окончания, включить ее снова, включить форжинг, снова ловите блок, это обычно случается за три максимум неделю, там 7 дней, и можно опять на два месяца выключать, и вы будете под защитой. Вот так можно схитрить. Да-да, я именно так и делаю, включаю на неделю, каждые полтора месяца и все, красота. Многие так делают, потому что сейчас форжинг не так, комиссии на самом деле вам не нужны, потому что сейчас комиссии очень маленькие, и из-за этого не все хотят держать компьютер включенным дома. Вполне хватит того, что вы поймаете один блок, отключите, и следующие две недели беспокоиться не будете. Спасибо большое за такое сообщение, и я хотела задать такой вопрос, вы уже ответили, спасибо вам и. Макс, а как же привлекательность, когда люди проходят, ну, не имеется в виду, с других криптовалют, и они же видят по нодам, чем больше форживших нод, тем рабочих, тем даже больше доверия о безопасности их средств. Ребят, ну это если уже полностью рассказывать, есть у нас такой сайт, сейчас попробую его показать, у меня просто его в закладках нету, я им не пользуюсь. Мы же как бы держим эти монеты, нам выгодно, чтобы нас видели хорошо, что у нас здесь реально много форживших узлов, которые поддерживают сеть, и децентрализация, чем это привлекает тоже своего рода. Я понимаю, я не хочу напихивать людей, допустим, какой-то идеи, я просто говорю о том, как надо зарабатывать, и пусть сделают выгодно, тогда я не буду свою ноду выключать, я свою не выключаю, я просто людям говорю, как им включать, допустим, ноду, если у него один стотысячный кошелек, и у него будет гонять целый день компьютер из-за этого, я думаю, это будет невыгодно. Макс, можно я отвечу по все криптовалюты оцениваются по надежности, надежности сети, надежность сети выстраивается из-за того, сколько форжащих узлов, почему правила в любой криптовалюте, но не в любой криптовалюте, допустим, а всегда разработчики стимулируют, чтобы таких узлов было больше, да, битки, там, в эфире это майнинг, у нас это называется форжинг, и эти узлы наша математика как раз подталкивает, чтобы вы их создавали, пытаясь выстроить для своего кошелька защиту, то есть вставив его в холд, у вас будет работать нода, это форжащий узел, а это как раз устойчивость сети, я сейчас перешел на сайт, на который мы не так давно листились, он называется мастер нода, здесь как раз идет отчет по нодам, по криптовалютам, вот как раз наша монетка, здесь люди, которые знакомятся с проектами, как раз выбирают, что им и где добывать, сколько стоит установка ноды, насколько она затратна, насколько она прибыльна, здесь как раз есть упоминание о нас, Макс, пейте пожалуйста эту ссылочку на этот сервис в чат, где-то около года назад мы собирали это за сообществом деньги, там я не помню сколько, 7 тысяч долларов попали, просили за листинг на этот сайт, вот с тех времен мы на нем есть, ну здесь вам как бы нечего простым призмачам показывать, это людям, кто немножко больше разбирается, здесь все-таки идет, кому интересны ноды, кому интересен парамайнинг, вот они здесь из различных криптовалют выбирают, что сейчас дешевле запустить, что актуальнее, что прибыльнее, или кто-то просто смотрит, а сколько нод у нас, ну оценивает монетку, насколько у нее сильный допустим блокчейн, да, а это оценивается по количеству, не помню, где здесь надо кликнуть, чтобы попасть, там была такая красивая карта, и на ней прям видно, вот нам ее разработчик выкидывал, где графически показано, где у нас точки по земному шару по призму раскиданная. Максим, поднимись чуть выше. Да. Статистика узлов, право, карта, вторая вкладочка. Так, еще раз. Прямо выше? Все. Вот эту картинку нам разработчик красиво показывает, сейчас она прогрузится, пока не видно. Вот он показывает, навожу на Россию, показывает в России 1366 нот, и по другим странам. Казахстан 37 нот, Китай 1, ну, каждый с вами сможет полистать, интересненько, смотрите, весь земной шар, США 18 нот, Канада 3, опять США 18, что это такое отдаленное, найди какие-то вот тут, я не знаю, какое самое отдаленное, Аргентина, там есть одна нота, что еще тут отдаленное есть, Южная Африка, две ноты, ну, то есть, интересненько понаблюдать, так, социальная, вот здесь ссылочки идут, вот, но здесь показывать больше нечего, задавайте вопросы, ребят, если есть, подскажу, расскажу, что еще не ответил, если у нас вопросов просто больше нету, я сейчас ребят попрошу, они видео выключат, мы закончим, если надо просто поболтать, мы продолжим, просто поболтаем, просто, чтобы не было утомляющая запись, для того, кто будет смотреть, я думаю, она уже получилась, гораздо больше часа, я думаю, такие видосы смотреть тяжело, да, продолжим,